Но при этом надо понимать, что делать. В России достаточное количество людей, которые действительно эти 20 путинских лет работали, которые эти 20 путинских лет, которые имеют какие-то накопления, и даже не имея их, люди хотят понимать, что делать. Одни идут золото покупать, другие гречку. Поехали. Значит, первое, инфляция. Ну, ставочка у нас 20%. Я думаю, что инфляция будет никак не меньше 20%. Тем более, что большинство наших соотечественников уже заглянули в различные магазины. Увидели, что там все переоценилось. Вопрос не в этом. Это мы видим ситуационно. Давайте подумаем дальше. Что будет? Ты знаешь, мы вот сидели у Бориса Юрьевича Титова. Я же тоже вхожу в эту самую компанию, которая, ну, скажем так, это и партия. И самое главное, это и все те, кто, короче говоря, с объединения бизнесменов, которые сидят и думают, чего нужно делать, что нужно требовать от правительства, чтобы хоть как-то помочь бизнесу в настоящий момент. Вот так вот, прозвучало там следующее. Один из выступающих сказал, что, ребят, китайцы моментально на все, что продают России, подняли цены очень значительно. Я не буду говорить, насколько много. Уже. Вот, то есть, да, слушай, они молодцы, они тут же. Ребят, а с вами никто не торгует, никто не работает. Значит, мы будем с вами работать, но мы будем вам поднимать цены очень сильно. Теперь вы нам будете все отдавать дешево, а мы вам будем продавать свои бусы очень дорого. И свои машинки там и так далее. Вот мне нравится, не нравится, спика моя красавица, как говорится. Это говорит Владимир Путин, да, тут указываю источник. Терпи, моя красавица, там еще хуже. В оригинале-то спия, а у бусы не терпи, это еще хуже. Ну, я в данном случае все понимаем. Это вообще-то старая, довольно хулиганская частушка, но неважно. Пойдем дальше. Значит, я думаю, что дальнейшие контракты многие придется заключать через посредников. Потому что, ну, скорее всего, китайцы нам будут продавать все. От, я не знаю, там, то, что производят до Джонсона Джонсон, до того, что там автомобили и так далее. Все у нас будет, это просто будет значительно дороже. Смотри, экономика – это такая штука очень интересная, которая работает всегда. Даже в каменном веке. Были ракушки, там что-то они обменивались. А экономика работает. Поэтому на каком-то уровне она устаканится. Но мы получим, естественно, другой уровень цен. И другие доходы населения. Итак, скорее всего, инфляция будет выше. Опять же, мы экономисты. Мы смотрим, что происходит, мы анализируем цифры. Для того, чтобы просто сравнить, нам надо понять, что было в Иране, которые отключили от СМИФТа, активы, которые заморозили. Но все равно было все пожестче. Все равно нам надо сказать, что все было пожестче. Там заморозили практически все активы Центробанка. А у нас не все. Там было пожестче с банками и так далее. У них была инфляция сотни процентов. Думаю, что у нас пока ориентировочно... Понимаешь, все меняется очень быстро. Я думаю, что у нас инфляция будет все-таки десятки процентов. Но какие, я пока не знаю. Может быть, 20, может быть, 30. Тут еще вопрос. Понимаешь, у нас есть выпускники Хогвартса, которые работают в этой сфере, как раз считающие наши цифры. Они очень все круто нам объяснят. Поэтому скажем деликатно. Инфляция будет и достаточно высока. Подожди.